Спасибо. А сейчас о суде над панк-группой Пусси Райот и о приговоре. Очень многие говорили, что вынесенный им приговор слишком суров, что это дело раздули на пустом месте, что в результате это придало действиям девушек еще больше огласку и принесло поддержку общественности. Конечно, что сделано, то и вернешь, и все-таки, по вашему мнению, могло ли быть иное решение? А вы могли бы перевести название группы на русский язык? Вы же уже не один год живете. Не могу сказать, как Пусси Райот переводится на русский. Может быть, вы подскажете? Ну, можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать поэтическим соображением? Думаю, что это неудобно сделать поэтическим соображением. Даже в английском языке это звучит неприлично. Я бы перевел это слово как кошка, но, может быть, я чего-то не понимаю. Считаете ли вы, что можно было что-то сделать иначе? Можно ли из произошедшего извлечь какие-то уроки? Все вы понимаете, вы все прекрасно понимаете. Не нужно делать вид, что вы что-то не понимаете. Просто граждане эти навязали общественному мнению, свое название, и заставили всех вас произносить его вслух. Ведь это неприлично. Но бог с ними. Я хотел бы сказать вот о чем. Что я считал и считаю, что наказание, оно должно быть адекватно, содеянному. Я сейчас не готов и не хочу комментировать решение российского суда, но хотел бы обратить ваше внимание просто на моральную сторону дела. Она в чем заключается? Ну, во-первых, не знаю, известно вам или нет, но пару лет назад в одном из больших супермаркетов Москвы они повесили три чучела. Одна из участниц этой группы сегодняшней повесила три чучела в публичном месте с надписью, что нужно освободить Москву от евреев, от гомосексуалистов и от гастарбайтеров, отностранных рабочих. Мне кажется, что уже тогда власти должны были бы обратить на это внимание. После этого они устроили сеанс группового секса в публичном месте. Но это, как говорится, их дело, если люди вправе заниматься всем, чем хотят, если это не нарушает закон. Но в публичном месте, мне кажется, что это уже следовало бы обратить на это внимание власти. Потом еще выложили в интернет. Некоторые любители говорят, что групповой секс лучше, чем индивидуальный, потому что здесь, как в любой коллективной работе, сочкануть можно. Но, повторяю, это дело каждого конкретного человека. Но выкладывать в интернет – это, на мой взгляд, вопрос спорный. И мог бы подлежать тоже какой-то правовой оценке. То, что они сделали в одном храме, они сначала в Елуховскую церковь пришли, и там устроили шабаш. Потом перебрались в другой храм, и там устроили еще один шабаш. Вы знаете, у нас в стране есть очень тяжелые воспоминания начального периода советского времени, когда пострадало огромное количество священников. Причем не только православных священников, но и мусульман, и представителей других религий. Просто советская власть, особенно в свой первый период своего существования, очень жестоко расправлялась с представителями религиозных конфессий. Было уничтожено много церквей. Все наши традиционные конфессии понесли огромный ущерб. И в целом государства обязаны защищать чувство верующих. Является ли оправданным приговор, является ли он обоснованным, и является ли он адекватным, содеянным, я сейчас не буду комментировать. Я думаю, что у этих девушек есть адвокаты, и они должны заниматься представлением их интересов в суде. Должны и могут оспорить приговор в вышестоящей инстанции и добиваться его пересмотра, но это их дело. Это чисто юридический вопрос. Как вы думаете, реалистично рассчитывать на досрочное освобождение? Я думаю, что если... Я даже не знаю, их адвокаты обращались в вышестоящую инстанцию или нет. Просто не слежу за этим. Но если вышестоящая инстанция будет рассматривать, она вправе принять любое решение. Я стараюсь даже... Вы понимаете, я стараюсь не касаться этого дела вообще. Я знаю о том, что там происходит, но я оттуда совершенно не влезаю никогда.